О работе Центра начальной военной подготовки, который организовал Российский Союз офицеров запасов в селе Федосеевка, расскажет Анастасия Иконникова. Полтора метра расстоянием перед этой растяжкой стоит другая растяжка, в основном на уровне. Сохранить жизнь и здоровье в чрезвычайной ситуации, помочь себе и близким, не растеряться при обстреле. Знания, которые в современных реалиях необходимы, но получить их, например, женщине, можно разве что по видео из интернета или на платных курсах в крупных городах. Сделать подобную информацию понятной, доступной и бесплатной жителям областей, которые граничат с Украиной, инициатива Российского Союза офицеров запаса. Переводчик огня используется для обеспечения безопасности автомата. Старый Оскол стал пилотной площадкой. Здесь открылся первый класс по восстановлению и приобретению навыков начальной военной подготовки. Администрация округа выделила помещение в старом клубе села Федосеевка. Офицеры запаса завезли оборудование. Такой материально-технической базы нет ни в одном военно-патриотическом клубе области. Все, что здесь находится, это массогабаритные макеты. Они совершенно не боевые. Заводом-изготовителем были изготовлены так, что данное оружие и имущество здесь не предназначено для ведения боевых действий. Это полностью соответственный регионал. Это вес и конструктивная составляющая. Похоже. Все как наше настоящее оружие. Различные виды оружия, обмундирование, взрывчатки и мины. Знать, как это выглядит, сейчас необходимо. В августе, например, подобные противопехотные мины «Лепесток» обнаружены в Шебекинском округе. А в октябре на такой подорвался мужчина. Ему оторвало ступню. На занятиях инструкторы объясняют староскольцам, что делать при их обнаружении. А скольчанка Лидия Травкина впечатлена. Маленькая, пластмассовая, крошечная. Умещается в одной руке. Просто можно спрятать. Но при этом безумно смертоносная. С легкостью оторвет руку, ногу, лишит жизни. Ни в коем случае не брать. Пусть остается там, где лежит. А еще необходимо сообщить о находке в полицию. Также на занятиях инструкторы рассказывают и об оказании первой помощи пострадавшим. У нас приграничная область. Надо быть готовым ко всему. Надо уметь обращаться с оружием. Надо понимать, как автомат действует. Что такое пули. От чего они срабатывают. И понимать, конечно, что мы обороняемся. Мы не нападаем. Мы защищаемся. А лучшая защита – это знание. Весь курс НВП рассчитан на 15-20 часов. В него входят занятия по тактической, медицинской, огневой и военно-инженерной подготовке. По нашему времени, я думаю, что это всем нужно пройти такие курсы. Было очень интересно. Не сильно интересно было сначала слушать. Потому что как бы теория. А когда уже это практика. Всё вживую трогаешь и собираешь, разбираешь. Конечно, очень нам понравилось. И потом уже хочется и почитать ещё раз. Чтобы знать, как называются детали автомата. Под конец программы слушателей курса ждут занятия по ориентированию на местности, поведению на поле боя, топографии. Для этого рядом с клубом построили макет полигона и полосу препятствий. Силуэты на поле – бутафория для антуража, а не мишени. Занятия по стрельбе здесь не проводят. Наша главная цель – это напомнить, исполнить эти навыки начальной военной подготовки. Для того, чтобы рассеять панику среди мирного населения. На данных занятиях мы не учим людей атаковать и идти в бой или кого-то убивать. Нет, мы здесь учим людей, обучаем для того, чтобы они могли спокойно оценить обстановку и где-то предохранить свою жизнь. Чисто для такого оборонительного содействия, успокоения своей души. Курсы совершенно бесплатные. Записаться можно либо в самой Федосеевке, улице Натальи Лихачёвой, 23, или написав телеграм-канал РСОЗ «Старый Оскол» чат. Анастасия Иконникова, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал.